Ну и так, господа, мы с вами начинаем. В прошлый раз я вспомню, о чем мы с вами говорили. Значит, я хочу, чтобы вы после прошлой лекции знали, с моей точки зрения, важные вещи. Первое, что вот есть не только биоцинозы, но есть еще так называемые галлюцинозы. Вот что это за штука такая? Я вам говорил, что биоциноз – это нормальный, достаточно иметь интеллект, приуроченный или каким-то образом сопряженный с тем, что называется инстинктом. Но инстинкт – это со времен стойков имеется в виду некая такая колея или природный разум. А вот для галлюциноза – это нужен интеллект, помещенный в сферу сознания. То есть вот здесь уже не инстинкт, а сознание. И, возможно, некоторые возмущения между интеллектом и возмущением интеллекта в сфере сознания. Но на эту тему мы с вами еще отдельно поговорим, потому что вот эти связи, ну или вот эти модификации, изменения самого интеллекта, они интересны и составляют, ну иногда условно называются в философии такими хитростями разума. Ну так, условно пока такое слово, хитрости разума возникают, которые нужно знать и которые нужно учитывать тогда, когда ты работаешь, ну или пытаешься работать с так называемым искусственным интеллектом, пишешь программу или там еще какая-нибудь работа. Так вот, но только лишь я хочу напомнить, что вот этот разум, помещенный в сферу сознания, это уже не совсем разум, это не разум логика, а это скорее некое сумасшествие, некое безумие. Почему безумие? Потому что этот разум пытается дать в этом галлюцинозе существование тому, что не существует. Вот, пожалуйста, это не вот эти слова, которые я говорю, это не какая-то хитрость мною придуманная для того, чтобы, ну не знаю, дурачить вас. Вот, а это существо дело, это существо дело, именно вот эта формула дать существование тому, что не существует. И вот это разум, это то же самое, что требовать доказательства бытия Бога, это то же самое, что доказывать бессмертие души. И там этот разум постоянно впадает в антиномии, паралогизмы, склонен к диалектике и так дальше. Итак, вот две, вот два вот этих ключевых понятия я говорил в прошлый раз. Еще, мы знаем с вами о двух сенсориумах. Ну, обычно мы знаем про один сенсориум. Ну, мы знаем вот о том сенсориуме, который связывает нас, вообще живое, живое существо с тем, что его окружает, со средой. Так вот, а теперь мы знаем, что есть два сенсориума. Один сенсориум, вот это то, что обеспечивает связь организма со средой? Ну, это обыкновенная стандартная вещь. А вот другой сенсориум обеспечивает связь с воображаемым. Обеспечивает, или я еще скажу иначе, обеспечивает связь с галлюцинозом, человеком. Так вот, я уже говорил на эту тему. Вот этот второй сенсориум связан, первое, я так думаю, это с чувством самого себя. Чувство реальности, чувство времени, ну и чувство Бога. Это тоже относится к сенсориуму. Плюс к этому мы на прошлом уроке, занятии, лекции, я с вами говорил о двух сознаниях. Обычно мы привыкли думать, что сознание одно, оно неделимое, я так когда-то думал. Вот, но когда ты начинаешь всерьез работать над темой, ты приходишь к выводу, что нужно признать, что их два. Но два не потому, что два сенсориума, а один сенсориум не нуждается в сознании, а потому, что есть сознание-осознание, и вот оно связано с синтезом, и связано как раз с так называемым, с преданием, или, Господи, с таким обстоянием, в котором человек является причиной реальности, причиной существования или склеивания существования с объектом мысли или с объектом чувства. Вот я сейчас так говорю, и это очень важно, потому что это мало кто понимает, но это такая особенность звучит, может быть, она очень сейчас внешне непонятна, но она важна. Что это значит? Это значит, что я вам говорил по ходу дела раньше, это значит, что есть вещи в нашем мире, которые существуют, есть вещи в мире, которые существуют, если мы каким-то образом хотим, чтобы они были. Вот я сейчас так говорю, и здесь слова все неточные, особенно слово «хотим», потому что, ну, хотим, перестали хотеть, попросту говоря, здесь на этом месте стоит слово «воля», или можно поставить другую, другое слово, или способность желания, или, может быть, даже еще, или способность суждения. То есть, вы видите, я сейчас говорю разные слова, способность желания, способность суждения, воля, вот, причины реальности, это все обозначает одну вещь, повторяю, которая говорит о том, что есть вещи, вот, которые мы полагаем существующими, не то, что они существуют в такой трансцендентной перспективе, ну, в некой объектной перспективе, то есть, вот, вот, их причины в них находятся, нет, они в нас, ну, они в человеке. И я вот этот класс выделяю. И есть, важность состоит в том, что это самое важное, вот тогда, как самое важное обстояние тогда, когда, да, и его нужно иметь в виду тогда, когда мы рассуждаем о сознании, об интеллекте человеческом и нечеловеческом, или органическом, или даже искусственном. Так вот, ну, а еще есть сознание, я вам говорил, оно такое, вот, количественное, оно такое, вот, сознание предметное, сознание, то есть, сознание дает отчет в том, что есть вещи, и вот сознание как бы узнает их, там, это, я вам говорил, стакан, в стакане узнать стакан, все, больше ничего не надо, здесь не требуется синтеза, это другого рода сознание. Можно потерять первое и перестать осознавать, и эту тему мы с вами обсуждали в прошлый раз, и я вам говорил, что и тогда мы живем в режиме неизвлеченных смыслов, то вообще их нужно извлекать, ну, и с тем, чтобы быть с сознанием. Но мы с вами вот сейчас привыкаем, и эта привычка, даже привыкаем жить в мире с неизвлеченными смыслами, и этот мир, вот, будет называться оцифрованным, ну, цифровой. И вы знаете, что в мире происходит некоторое волнение, вот, ну, кто-то хочет, говорит, да, прекрасно, есть плюсы жизни в этом мире, кто-то совершенно, вот, не согласен. Вот, а я могу сказать, что мне в некоторых аспектах нравится вот этот странный грядущий цифровой мир, ну, в некоторых, в очень, ну, в очень узких пределах, а есть вещи, где он совершенно, где он, этот процесс неприемлем. Вот, и я бы хотел вот это всё обсуждать и дальше, с тем, чтобы, ну, после меня, вот, как-то у вас осталось понимание той проблемы, о которой я говорю. Так вот, это было то, что я говорил в прошлый раз, я вам напомнил, с тем, чтобы, ну, вот, вы не напрягались, а я сейчас вернусь, я сейчас вернусь, я вернусь сейчас к одной цитате, к вещи. Ну, я, правда, напомню вам о времени, значит, я ещё не сказал в прошлый раз, он говорил о времени, вот, ну, и сейчас я вам тоже скажу, что время – это такая штука, это Августин, я сейчас перескажу вам Августин. Августин говорил в Исповеди, он говорил так, вот, когда ты не рассуждаешь о времени, всё понятно, ты его понимаешь. Как только я стал рассуждать, ничего не понятно. Ну, вот, я не хочу, чтобы всё было непонятно, вам не рассуждайте, ну, а хотите – рассуждайте, только я вам в прошлый раз говорил, что с моей точки зрения, вот, никакого времени нет, в нём нет надобности. А время связано хитрым способом с сознанием. И даже я вам говорил, что вообще сознание – это врата в мир времени, или это врата в мир осознанного бытия. Ну, так я говорил, ну, таким слогом. Вот, вот, сейчас я вам лишь только повторю, что осознавать вообще означает быть во времени. Поэтому не нужно путать время или ещё историю, ну, вот, историю, мы знаем, что, мы знаем же, что греки вообще, у них времени не было, в том смысле, в котором я сейчас говорю, но в том смысле, что у них был космос, они приноравливались к жизни, в том, что они называли космосом. А мы с вами, после того, как возникла иудеохристианская идея истории, привыкли приноравливаться к истории. Но история, господа, это такая штука, которая имеет начало и конец. Истории начинаются и заканчиваются. Я тоже хочу, чтобы вы это понимали. Но, вот, иногда, соответственно, бывает такое, что мы с вами, и я вам напоминаю, я вам об этом говорил, видимо, я сейчас не помню, и бывает, может быть, так, что мы с вами присутствуем при начале чего-то и не сможем присутствовать при завершении. Следовательно, тогда есть кто-то, кто присутствует при завершении того, у начала чего он не был. И это очень странная позиция, и это нужно понимать, потому что мы можем завершать то, что не мы с вами начинали. Но, вот, мы сегодня существуем в момент завершения истории, в смысле идиохристианском смысле. И это нужно понимать. Так же, как когда-то, вот, римляне, вот, присутствовали в момент, когда, ну, они вступили в этап завершения вот этих своих, вот этого своего космизма, я скажу так, вот этого циклического времени. Ну, так вот, и я хочу напомнить, что быть во времени, значит, что-то забыл, мы можем что-то забывать, переносить, откладывать, ускорять, замедлять. Это очень важная вещь. Фактически вся наша цивилизация построена вот на этом действии, на этих операциях. И это то, что, я помню, говорил вам, это то, что мы с вами с трудом воспринимали тогда, когда были детьми. Мы не понимали времени. Его не должно было быть. Мы хотели, и вот, как бы, для меня ребёнок – это символ сознания, ну, которое предполагает или требует сопряжённости с непрерывно длящимся, то есть без смены состояний. То есть вот это длящееся сознание, непрерывно длящимся, без смены состояний, это и есть время, в котором нет ни прошлого, ни будущего. Это тоже время. И оно ничуть ни хуже, ни лучше вот такого времени, которое возникает тогда, когда это состояние разрушается, как я вам говорил, языком. Вот встреча с языком рождает, уничтожает вот это настоящее, непрерывно длящиеся, и у него появляются два таких огромных осколка под названием прошлое и будущее и так дальше. И мы, собственно говоря, только вот имеем с тем, чего одного уже нет, второго ещё нет, и у нас вот это странное сумеречное состояние. И вот я поговорил об этом времени, ну, как вы понимаете, я немножечко говорю иначе, нежели вы, видимо, привыкли думать об этом, но тогда попробуйте и немножко подумать о том, о чём я говорил. И я вам приводил в пример, я приводил, тут цитировал Канта, говорил о красном, о чёрном, и так дальше. Но сейчас я начинаю вот вам говорить о способности желания, то есть я вам говорил, что вот есть одна особенность, которая мало понимается, а нам с вами нужно понимать, потому что мы с вами живём в такое время, которое надо понимать, которым нужно различать сознание и интеллект, и не путать интеллект с сознанием. Условно я опять напомню, что интеллект это так рассчитыватель, вычислитель, а сознание это вот то способ, способ учреждения и расширения реальности, способ учреждения реальности, или, что то же самое, это способ воздействия человека на самого себя во времени. Даже я скажу так, не в пространстве. Так вот, и эти вещи становятся важными, и я вот хочу вам привести некоторые цитаты потом, вот, мне помогают, то есть, ну, конечно, я буду говорить, приводить ссылки на Канта, или там ещё на кого-нибудь, но это не важно. Так вот, я вам говорил, и сейчас повторю, что я сейчас хочу взять некоторые фрагменты из кантовской философии, ну, почему кантовской, потому что это была такая одна очень умная фигура, совершенно несчастная в своей жизни, на мой взгляд, а может быть, и не несчастная, то есть, я имею в виду, что это был такой одинокий, бредущий, ведущий вот эту странную свою жизнь, вот, хотя, я должен вам заметить и прервусь на этом, что вообще одиночество – это способ существования тех, кто думает, как это ни странно, господа. Так вот, так вот, что же Кант понимал, я вот на этом прервался в прошлый раз, с этого я и начинаю, что же Кант понимал под способностью желания человека, и сразу держите в голове, я вам говорил о воле, о способности суждения и о разуме, и вот это держите в голове, что же он понимал под способностью желания человека. В предисловии критики практического разума, и далее он повторяет критики способности суждения, он говорит следующее, способность желания – это способность существа через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений. Это был конец цитаты. Способность быть причиной реальности. Вот, что он имел в виду. То есть, я сразу хочу вам пометить, сказать следующее, что, когда мы говорим о сознании, всегда нужно иметь в виду вот эту отсылку, в которой говорится о возможности и о необходимости быть причиной. Если ты человек, ты не можешь не быть причиной реальности, ты не можешь не положить себя в основании каких-то причин действий, не можешь с самим собой начинать вот какой-то реальность. Это невозможно. То есть, это будет противоречить, это будет что-то неестественное. Так вот, значит, итак, способность быть причиной реальности, а не знания сами по себе и не чувство удовольствия или неудовольствия выделяется Кантом в качестве определяющей для человека. А куда же девалась наша субъективность? И что это такое, вот эта субъективность? Неверно думать, что, когда говорят о субъективности, то имеют в виду перцепции или квалия. Это совершенно негодные термины, с моей точки зрения. Почему? Ну, потому что, как мы говорили в прошлый раз, у нас феномен жизни выделяется по некоторым параметрам. По каким? Вы знаете, в прошлый раз мы говорили, по таким, как звук, цвет, запах. Это то, что, это то, что, что создаётся и условия, такие условия, которые делают возможным существование, организменное, что ли, существование, я так скажу. То есть, это и условия, и содержание жизни. Цвет, звук, запах. Вообще, ни цвета, ни звука, ни запаха нет. Но есть, значит, вот нечто, представленное в этой странном организменности, что реагирует на эти цветы звук и запах. Но! Почему я так говорю? Я хочу только лишь сказать, что, когда, извините меня, быка дразнят красной тряпкой, то это не потому, что возбуждает в нём что-то субъективное. Нет. Кваля – это стандартное, обыкновенное, объективное свойство вот этой организменной жизни. Ну, я так вот сейчас говорю, вот в таких выражениях. А это совсем не субъективность. То есть, что я делаю? Как вы понимаете, классическая философия, особенно 18-й век, 17-й, 18-й, 19-й, первая половина 20-го, да и до сих пор абсолютное большинство почему-то совершенно думают, что вот цвет – это вообще, говоря, субъективность и такая раскрашенная, которая выделяет особенный жизнь человека. Я говорю, нет, не имеет никакого отношения. Быть живым не значит сознавать. Человек начинается в момент осознания. Осознание бывает, вот здесь более сложная вещь, оно не обязательно связано с я. Бывает тёмное сознание, то есть такое сознание, которое не получает подтверждения или удостоверения в я, до я, без я. Это будет субъективность без я. Когда мы, вот когда я говорю, ребёнок – это некое плазменное состояние самоаффектирующее, вот, то это субъективность, тёмное сознание, я могу сказать, субъективность до я, или до субъекта, если хотите. И, повторяю, я ещё раз говорю, это не потому, что я люблю вот какие-то делать такие вещи, а это просто некоторое точное фиксирование, я бы сказал, даже фактического положения дел. Так вот, так вот, ни квалия, ни перцепции, субъективность, это всё остаётся пустым разговором в прошлом. А что? У Канта субъективность понимается как условие жизни человеческой. А что это за условие? Этим условием как раз и является способность причинности человека по отношению к объектам своих представлений. Вот это выражение я взял близко к кантовскому тексту, то есть, но вам хочу сказать так, у всех у нас есть какие-то свои грёзы. Ну, мы не можем не грезить. Вот, вы думаете об одном, вы думаете как вы будете сдавать, я думаю как тоже как вы будете получать зачёт. Мы думаем что-то... И у нас есть объект. Вот, есть представление, есть грёзы, есть объект грёз. Есть галлюцинации, есть объект этих галлюцинаций. Конечно, не очень хочется быть объектом галлюцинаций другого. Или я вот не хочу быть объектом грёз там кого, чьих-то. Но сейчас не это мы обсуждаем. Мы обсуждаем вообще говоря вот это странное такое раздвоение. Смотрите, как вы понимаете, вот это всё туман, это всё того, чего нет. Это краска живописная, это цвет, который не существует, это звук, которого тоже нет. А вы будете говорить, есть волны там или ещё что-то. так вот. Теперь оказывается условием нашего существования является вот такая субъективность, которая разрешается в причинности человека по отношению к объекту своему представлению. То есть мы вещь существует, я скажу так, если мы относимся к ней как к существующей. То есть и вот то, чего нет, существует, если мы относимся к тому, чего нет, как к тому, что существует, как к существующему. Я вам говорил в прошлый раз, о чём о короле, я вам говорил, короли существуют, потому что мы относимся к ним как к королям. Вот в этом режиме. Это так. Но так возникает новая реальность. То есть не потому, что король встроен в объектную структуру, там они где-то есть в трансцендентной перспективе, нет. Ничего этого нет. Мы так живём. И это условия нашей жизни. Так вот. Я сказал вот так и подумал, что, ну, вот. Или, господа, если что-то будет не очень понятно, не пропускайте. Лучше спросите. Скажите, я могу что-то плохо растолковать или там запутать вас. Я совершенно не хочу никаких блужданий. В критике способности сужбы, это я говорил о критике практического разума, практически разума, практическая идея. Вот она вся вписывается сюда. Теоретический разум оставьте природе, это уже уходит в прошлое. Это уже не важно. Ну, то есть, как я вам говорил и буду говорить ещё, в некотором смысле, естество знания вступило в завершающий этап своего развития. Это, там разум не нужен, там достаточно рассудка, как, ну, в словах Карта, то есть, некой вычистительных операций. Там хорошо устроенная машина под названием арифметика. Это я сейчас цитирую Гуссерля. Ну, вот, так вот, в критике способности суждения Кантнов возвращается к осмыслению способности желания. А, помните, я вам говорил, что его критиковали, вот, он очень так ревнил, я к этому относился, его говорили, что это ерунда, что-то придумал, вот, ну, ну, совсем как-то, уже совсем какая-то субъективность у тебя. И так дальше. И вот в критике способности суждения Кантнов возвращается к осмыслению способности желания. Зачем? И сейчас я вот скажу такую вещь. Чтобы знать, чтобы желать и чтобы чувствовать, господа, нужно человеку галлюцинировать. Галлюцинация – это то первое и одновременно то последнее, где развертывается действие человека. Галлюцинация – это не симуляция, а сама себя показывающая сущность человека. И, на мой взгляд, тождество бытия и мышления говорит лишь о том, что в каждый момент времени бытие оказывается одновременно мыслью о бытии. А человек – это далеко не центр мира, совсем не центр мира, не вершина его и не смысл. Это даже не случайность. Ибо где есть случайность, появляется и необходимость. Человек – это сингулярность мира. Что такое сингулярное событие? Неповторимое. То есть, что тогда получается? Мы живем в мире, по законам которого повторить нас невозможно. Ну, да, давайте примем это. Вот так. То есть, такая часть мира, которую, повторить которую по законам самого этого мира нельзя. А это значит, что мы живем в каком-то сложном мире. Почему сложном? Потому что его нельзя сложить из одних тел и сил, из особенностей объектов и их ассамбляжей. А из чего он складывается? И вот это уже моя еретическая мысль. Кант так не говорил. Это я сегодня позволяю себе так говорить вам, потому что нам нужно продумывать тот мир, в котором мы с вами живем. Так вот, он складывается, говоря я сегодня, из тел и мнимостей. То есть, галлюцинаций. Что? Если все это сложить, господа, то получится ноль, наверное. Ну, я не буду сейчас эту тему разбирать. Что в европейской философии называется антропологией? Описание человеческой реальности. От чего отказалась эта философия? От человека, от антропологии. Ведь что такое человеческая реальность? Это, например, пуговица. То есть, человека нет, а пуговица есть как человеческая реальность. Вот пуговица. Нечто ведущее, ну, отсылающее к какому-то существованию человека, но не к человеку. Так вот, что сделала европейская философия? Она упустила очень многое. Она очень многое не поняла и не понимает в человеке, на мой взгляд. Даже для Хайдегера, ну, это умница европейская философия, даже для Хайдегера человеческая реальность – это дозайн. То есть, это не человек, а дозайн, то есть, существование. То есть, тогда я, дозайн, понимаю как пуговицу. То есть, это пуговица у Хайдегера. Для Хайдегера удобнее говорить, что человеческая реальность – это не пуговица, а вот бытие или тут бытие. Да в чём проблема тогда этой антропологии? В том, что она ничего не умеет сказать о человеке, ничего не говорит о нём самом. Это был вот абзац, я пока сделаю глоток. Это я сейчас говорю. Может быть, кто-то вдруг, вопрос, быстрый ответ и дальше. Обратим, Мария, я хочу задать вопрос. Можно привести мне пример того, как я, например, являюсь галлюцинацией у кого-то? Вот как бы, просто, чтобы чуть-чуть прочувствовать, попольше прочувствовать этот момент? Да просто, ну просто кто-то о вас думает. Ну просто он думает, вот какая девочка. Ну, я, например, слушайте, а сделаю-ка я вот это. Обратит, ну вот, ну вот, ну я сказал первое, что мне пришло в голову. Ну вот, вы общаетесь друг с другом, и вот этот А думает АБ, а этот Б, то, что она думает о нём, будет уже не Б, а Б-штрих. А Б тоже думает об А, только он думает не об А-штрих. И получается, что ты думаешь о нём, он думает о тебе, и вы можете никогда не совпасть, потому что вы будете думать вообще о чём-то другом. Ты думала, что он красив, умён и хорош, а он идиот, урод, там, ну ты этого не видела, ты влюбилась. Ну, допустим, ты влюбилась, тебе все курс говорит, что ты делаешь, ну ты посмотри на него. Мы его видели по ночам, он там, ну, я не знаю, ну говорят что-то какое-то негативное, а ты говоришь, вы не понимаете, вы посмотрите, вы не видите, вот вы смотрите, он так хорош. Ну да, он не совсем красив, ну да, ну такой толстый очень, ну и что, почему мышцы, ну посмотрите, а зато, там, и что-то вы, ну вот, что вы делаете? Вы грезите. Кто-то грезит вами, кем-то вы грезите. Вы даёте ему существо, а потом вы разочаровываетесь, потом вы выходите замуж, прожили три месяца и говорите, послушай, а ты что меня обманывал? Он говорит, девочка, я тебя не обманывал, ты грезила. Как это я грезила? А потом рассеялась греза, и ты перестала быть причиной, и реальность исчезла, и ты перестала быть той причиной реальности, которую ты сама учредила. Дружок мой, весь мир состоит из этих учреждённых нами реальностей. То есть, и ты предала существование объекту своих чувств, соединила, а могла и не разъединить. Ну и так дальше. Ой, спасибо, спасибо большое, очень наглядный пример, спасибо. Ха, то-то. Хорошо, я продолжу. Так вот, вернёмся к сингулярности. Мы знаем, как устроена природа. Природа – это повторение, вечное повторение одного и того же. В ней всякая вещь существует по закону. Но мы не знаем, как устроен человек, ибо человек, как я сказал, это сингулярность. Что скрывает от нас человека? Наше знание о нём. Наши знания, в том числе наши научные знания, что делают? Скрывают. Кого? Человека от нас. От меня скрывает, от себя. Я себя не знаю. То есть, я стремился всё время знать, 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 и вот эти знания свернулись и стали неким препоном. И сейчас мы должны с вами перепрыгивать что-то. Каким образом? Через какие-то знания. А как вы понимаете, знания всегда строятся в горизонте абсолютного знания. То есть, мы имеем дело всегда с относительными знаниями. Относительные знания – это те знания, которые могут быть изменены, отменены. Ну, или как там, усовершенствованы там и так дальше. Может не быть логического перехода. Одни знания – другая. Там распухающая Вселенная, теперь она будет или разбегающаяся, а теперь сжимающаяся, или там дальше какая-то инфляционная. Ну, я не знаю. То есть, это всё очень вещи такие относительные. Всё связано, это называется, физической реальностью физиков. Наверное. Так вот. Значит, что же, а что же скрывается? А скрывается вот что. Мир чувственных предметов мы научились мыслить в бинарных терминах. А сверхчувственных, чем мы имеем дело, а мы имеем дело с тем, что не существует, и весь наш сенсориум, он относится к нам самим, как мы создаём себя, то есть, вот это, учреждаем себя, вот с чувством времени, я вам говорил, с чувством себя, с чувством реальности. И вы понимаете, что никакой реальности нет до тех пор, пока не возникло чувство реальности. Так вот, мы научились мир природный, мы научились мыслить в бинарных терминах. А сверхчувственное нельзя так мыслить. Оно немыслимо. То есть, нельзя о нём составить понятие, понятийно построить. О субъективности нельзя строить понятийные или знания в понятийном окружении. Это не то, о чём составляются понятия. А как строить знания? Ну, вот как я вам говорил, через парадоксы, посредством парадоксов. О субъективности, действующей посредством воли, ничего нельзя знать заранее. Её можно пережить и понимать. Но сознание, господа, это не переживание. Вот знаете, в чём состояла ошибка Гусруля? Он думал, что сознание – это переживание. Нет. Это малая тулика, имеющая как бы покасательный, нечто касающее сознание. Но сознание – это не переживание. То есть, я тем самым говорил, сознание – это не жизнь. Потому что быть живым, как вы поняли, вот эту формулу, и сознавать – это разные вещи. Это разные события. Так вот, в субъективности то, что существует, незначимо, а то, что значимо, не существует. А если существует, то не по законам мира, а по законам, как сказал бы Кант, мира свободы. То есть, этот мир свободы, он совершенно учреждённый. Никто нам его не даровал. Никто нам его и... Поэтому нечего искать. Вот там нет, нигде нет. Свободы нигде нет. Она есть лишь только в этом мире, учреждённом нами. Или свода – это всегда относится к миру внутреннего. Так вот, абзац. Ну, теперь я хочу поговорить немножечко, то есть, я говорю сейчас вот о странных способностях желания. И вот о способности желания, быть причиной реальности, о том, теперь я сказал, что такое будет сингулярность, как появляется вещь, которая невыводимая, её нельзя вывести, к ней нельзя логически прийти. Она может быть... Это то, чего нет, но что может быть дано. Что такое грёзы? Вам дан объект, которого нет. Но он вам дан. И он для вас есть. И вы можете на кон поставить свою жизнь. И ставится она. И мы так живём. Но это сознательная жизнь, а не жизнь органическая. Так вот, теперь я поговорю немножко о бессознательном. Вот тоже, потому что это такая странная характеристика мира субъективности, господа. В девятнадцатом веке европейская философия открыла в человеке существование бессознательного. Что значит это открытие? Это значит, что мы рискнули сложением силы тел получить то, что привычно называли субъективностью. Однако, сложением тел нельзя получить чувство реальности. Из чувственного вы никогда не получите сверхчувственного, сколько бы вы ни складывали. И в какой бы там перспективе ни укладывалось, и вот этот скачок совершить невозможно. Главная субъективность, конечно, это сознание. Мы думали, что на всем лежит печать нашего сознания, что мы субъекты до девятнадцатого века. А оказалось, что мы не субъекты. Как я вам говорил, как я вам говорил, а как я вам говорил, а я вам говорил, что, господа, вот был такой один немец, звали его Фербахом, и он придумал такую штуку, он говорил, господа, мы не субъекты. И говорил, почему это мы субъекты? Если мы субъекты, то мы не можем чувствовать. Если мы субъекты, то мы не можем любить. Потому что вот это есть вещи, которые являются по отношению к нам субъектами. Ну, какой ты субъект по отношению к мысли? Ты ей говоришь, приходи ко мне мысль. А к тебе никто не приходит. Потому что, ну, никто мысли не забегает в твою голову. Ну, и так, если говорить. Потому что она к тебе придет тогда, когда она сама захочет. Только нужно быть достойным мысли. Ну, вот у Канта, это вот такие кантовские любимые обороты. Он говорил, люди говорят плохо, когда они говорят, я счастливый, или я несчастный. Канг говорил, господа, надо говорить, ну, надо так себя настроить. Я не достоин быть счастливым. Или, когда тебе плохо. Почему я не достоин быть счастливым? Или, вот, я достоин быть счастливым. Ну, достоин. Вот. И вот оно сподобилось. Оно посетило меня. И ты в этом случае выступаешь такой пассивной форме, страдательной. А оно выступает таким, с такой субъектностью. Ну, вот. Вы понимаете, что я говорю? Ладно. Да, насколько можем. Насколько можете. Да, я понимаю, понимаю. Ну, как можем, это же новое всё. Но, в основном, этот процесс, он заставляет нас мыслить и двигаться. Ну, ладно, понял, хорошо. Ну, так вот. Так вот, когда открыли бессознательное, оказалось, что мы с вами не субъекты. Мы думали, что мы субъекты, а мы оказались не субъектами. А если мы оказались не субъектами, так, оказывается, мы не были и людьми. То есть, мы прожили такую огромную жизнь, а были не людьми. Или мы были людьми, но проживали жизнь не человеческую. Слушайте, как это так? То есть, мы проживали жизни социальные. А хотелось бы прожить жизнь человеческую. Я не хочу проживать жизнь социальную. А оказалось, что вот, когда я проживаю жизнь социальную, я не субъект. Я не человек. А когда я проживаю жизнь культурную, я тоже не человек, я тоже не субъект. А когда я проживаю жизнь ещё какую-то, языковую, я тоже... Это языковая жизнь языка во мне, который меня схватил и тащит. Так спрашивается, а где же моя жизнь? Итак, сейчас я хочу немножечко развернуть. Итак, Фрейд и товарищи открыли для нас бессознательное. Идея бессознательного заставила перестраиваться все социальные и гуманитарные науки. Потому что до этого мы думали, что всё дело в сознании, и любые наши действия сознательные, и там мы всегда где-то занимаем место какого-то субъекта. Оказалось, что всё не так, и оказалось, что мы объекты. Так вот, и тогда возник вопрос, а вообще мы были когда-нибудь людьми? А вообще, бывают в этой жизни какие-то моменты, которые я могу назвать человеческими? Где я человек? Или не бывает? Или я... А не всё ли равно, как это называть? Существования есть, этого достаточно нет? Ну, вот, вы про какое существование? Человеческое. Вы в каком... Вы в каком... Знаете так, это я вам процитирую, процитирую Гигель, он говорил так. Вот труп – это человек, за которым осталась жизнь. То есть он существует. Вот он существует, и с этим существованием ещё там много разных дел. Вы знаете же, что... Может быть, вы не знаете, я не знаю, почему вы этого не знаете. Вы знаете же, человек-органика, из этой органики вот сейчас делает такие эффективные производства. Ну, я имею в виду наши трубы. В случае, наши трубы будут производить удобрение, Господи, для того, чтобы мы восстанавливали наши почвы, земли и прочее, прочее. Вот это всё выстраивается в такое эффективное производство. А нам нужно перестать есть мясо, а нам нужно перестать есть, убивать животных. А животные должны перестать дышать, потому что они слишком много потребляют кислорода. Вы о народном существовании говорите? Или вы не поняли? Или что? Я не понял. Ладно, наверное, мы с вами о разных вещах говорим. Давайте я тогда слушаю вас и пойму тогда, в чём дело. А вы про какое существование? Ну, вы говорили то, что... Да. Я говорил, что мы существовали нечеловеческой жизнью. Вы хотите нечеловеческой? Ничего не делайте, живите. Нет, я просто имею в виду, какая разница, как это назвать. Это что? В этом есть какая-то принципиальная разница, как мы будем себя ощущать или нет. В какой жизни мы живём, какая есть... Да. Вы знаете, я хочу вам тогда сказать, когда придёте домой, откройте, возьмите, полистайте книгу, прочтите, во-первых, тошноту с автора. Ну, если вам пока это мало, тогда... Читала. Вот, тогда, значит, если вам мало, тогда прочтите, возьмите тогда, господи, бытие ничто, или как у него там это называется, сочинение. И там у него есть такая главка под названием «Официант». Вот об официанте. Вот вы официант? Вы кто? Я официант. Ну, так подавайте чашечки. То есть он говорит, или я человек. Ну, вот вы вот этот параграф прочтите. Ну, ещё раз тогда. Вот вы хотите быть кем? Стулом? Вы хотите быть официантом? Вы хотите быть вот тем, кто кого заменит искусственный... Ну, алгоритм, встроенный там в какой-то организм. Вы хотите... И вот прочтите. И там есть три раздела. Вот если вы найдёте бытие и ничто, то вы там увидите про официанта, про человека странной половой ориентации. Это всё обсуждает Сартер. И тогда вы поймёте, какие возникают вопросы о существовании. Ну, вот считайте, что это задание. Ну, вот. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так вот, я повторю, что и так мы думали, что на всём лежит печать сознания, что мы субъекты, а оказалось, что мы не субъекты. А напротив, наше тело, социум, культура, язык создают в нас не сознание, а наше бессознательное. Понимаете разницу? Думали, что сознание, а оказалось, что бессознательное. А если они создают в нас наше бессознательное, то перед человеком открывается путь равенства с другими объектами мира. И вот по этому пути пошли новые сегодня материалисты. Как нужно сегодня понимать открытие бессознательного, как открытие того, что нет причин для существования сознания ни в теле, ни в социуме, ни в культуре, ни в языке. Нет, а это значит, что на самом деле мы никогда ещё не были людьми, но у нас есть возможность однажды попробовать. Мы до этого были социальными, культурными, языковыми существами, но не могли освоить практику эпохи палеолита быть человеком. Открытие бессознательного заставило нас, сверхчувственное, описывать как некий чувственный предмет, ибо все наши антологии и языки были предназначены для описания природы, в которой одна вещь отсылает к другой вещи. Задача же современной философии состоит в том, чтобы отказаться от этих антологий и вернуться к исследованию субъективности. В этом стоит мировая нужда. Нужно, по словам Хайдегера, сегодня нужно меньше философии и больше внимания к мысли. Чтобы это сделать, чтобы обратить внимание, нужно признать, что сознание нужно не для того, чтобы было знание, оно нужно не для того, чтобы мы могли что-то узнать о природе, для того, чтобы знать о природе достаточно рассчитывающего интеллекта или достаточно рассудка, вот в смысле в терминах, если немецкой философии говорить. А причина сознания ни в теле, ни в языке, ни в социуме. В чем тогда причина сознания? Она в самом сознании. Вот казуистика. Вот что я хочу сказать. Вернее, причина сознания в человеке. Но человек – это не тело, занимающее место в пространстве, хотя оно и занимает в нем какое-то место. Это чувственно-сверхчувственное существо. В той мере, в которой она открыта, галлюцинации. И далее характеристика. Что значит вот это человеческое существование? Человеческое существование определяется выражением – это быть в несовпадении с собой. Вот этом постоянном несовпадении с собой. сознание – это способ, которым человек учреждает свое существование во времени. Потому что несовпадение с собой открывает нам. Это врата, врата, ведущая ко времени, ведущая в него. Мы временные существа. Мы входим туда, войти туда в существо, совпадающее с самим собой, не может. И это, кстати, тоже один из недостатков в философии Гуссерля. Вот он не очень, на мой взгляд, обошелся хорошо вот с этим несовпадением человека с самим собой. Что лежит в основе вот этого существования? То есть вот этого существования в режиме несовпадения с собой. Несовпадение с собой делает возможным воздействием на себя во времени. А значит, делает возможным, чтобы некто, или чтобы человек мог положить себя в основание цепочки причин и следствия. Мог положить. Это единственное существо. Безумное. Это безумие. Положить себя в основание цепочки причин и действий. Не совпадать с самим собой значит быть посредством чувств. Что это означает? Значит, чувствовать. Что такое значит чувствовать? Что такое чувство? Для чего людьми изобретены чувства? И это уже другой сенсориум. Это не тот сенсориум, который описывает связи организма. Зрение, слух, обоняние, осязание и прочее. Так вот. Чувство – это учреждать. Давать существование объекту. Как я только что вам ранее говорил, когда мы беседовали вот со студенткой, по-моему. Вот я говорил. Как мы учреждаем объект своих, даем ему реальность. И это не фантазм, который производит тебе какую-то странную работу. А это то, что составляет так называемую человеческую реальность. Так вот. Если, и теперь я вам скажу еще раз, если в мыслях есть что-то, чего нет в чувствах, то это что-то будет распознаваться как ложь. Разрыв с самим собой заполняется тем, что принято называть аффектами. Любое действие на себя аффективно. Человек – это эмоциональное существо. Не разумное, но эмоциональное. И нам всю жизнь говорили. Посадите свои страсти, эмоции на цепь. Контролируйте себя. Владейте собой. Пусть рассудок правит вашими чувствами. Рассудок не может править чувствами. У него на это нет ничего. И тогда одним чувством, то есть и тогда только по силе энергии вы можете одно чувство разрушить другим чувством, превосходящим его по своей энергетике. Так вот, разрыв с самим собой заполняется тем, что принято называть аффектами. Любое действие на себя аффективно и осуществляется во времени посредством галлюцинации. Нам нужно время, иначе не будет времени. Мы не сможем на себя воздействовать. А и в этой невозможности мы вступаем тогда в эпоху завершения своего существования. Любое действие на себя аффективно, как я сказал, и осуществляется во времени посредством галлюцинации. Ну, вот этих грез. Учреждение или присклеивание объектов своих грез существованием. Я так могу сказать еще. И я вам говорил, что если вот в прежнем режиме представление и объект выстраивались в духе тезиса о том, что бытие нереальный предикат. Я вам говорил, что вот понятийно, я опять пересказываю, понятийно рубль, которого нет и рубль, который есть, ничем не отличается друг от друга. То есть, к рублю существующему ничего нельзя ни прибавить, ни убавить. Вот существование ничего к нему не прибавляет. А вот в смысле, во втором смысле, когда речь идет о чувстве и объекте, существование радикально меняет ситуацию. Оно прибавляет. Оно делает, оно совершает чудо. Оно расширяет реальность. Вот что такое эмоция. Вот что такое эффект. Любая учрежденная вещь, мысль, в том числе, требует взрыва галлюцинации, или требует взрыва эмоций, или страсти. Может быть, еще какие-то подобрать я могу слова. Так вот, аффективный ток галлюцинаций отличается от бессознательного тем, что бессознательные, господа, формируются языком и культурой. И предназначены для того, чтобы другой мог воздействовать на тебя в твоей субъективности, как на вещь в пространстве. Язык действует на нас, как на вещь в пространстве. Человекам легко управлять посредством языка. Язык программирует. Язык дает инструкцию, инструктирует. В нем сугестия. Мы сугестивны. Легче управлять животными, потому что их можно дрессировать. А человек тяжелее дрессировать животным, потому что их нужно подкармливать. А легче дрессировать человека. Его не надо даже подкармливать. Он будет самого себя инструктировать по некоторой программе. Это такой странный алгоритм самовоспроизводящийся. Так вот, если бы это было не так, то тогда бы мы не научились дрессировать животных. Но прежде животных, человек научился посредством языка и социальных правил дрессировать самого себя. В языке, культуре и социуме мы существуем в той мере, в какой мы совпадаем с самими собой и, следовательно, перестаем быть людьми. На самом деле, люди живут не среди вещей. Они принадлежат галлюцинозу и живут среди объектов-призраков. То есть, тех объектов, которым они дали существование. Принадлежность к галлюцинозу дается сознанию человека непосредственно, как такой ноумен, не как феномен. То есть, ноуменально. Ну, ноумен – это как вещь в себе. Я вообще хочу вам пометить, господа, вот я сейчас сказал слово «вещь в себе», вы наверняка слышали о нём, вы знаете, что это из кантовской философии. Я хочу только, чтобы вы пометили себе одну вещь. Природа нам никогда не показывала и не покажет ни одну вещь в себе. Я вам говорил, за это, за то, что она не показывает нам их, а за это мы можем созорцать вещи посредством, видеть их в пространстве и времени. А вот те вещи, которыми мы воздействуем на самих себя, это и есть вещи в себе. Мы действуем на себя вещами в себе, но они не созорцаются. Вот, пожалуйста, запомните вот этот разрыв, вот два действия. Это важная вещь для того, чтобы можно было разбираться в проблеме бессознательного сегодня. Так вот, экзистенциальная проблема состоит в том, что нам нужно непременно учиться быть людьми в обществе, в культуре и в языке. Нам ещё нужно учиться быть людьми, если мы живём вместе. Наши галлюцинации принадлежат не обществу, не языку и не культуре. Они принадлежат нашему галлюцинозу, то есть тому кругу аффектов, связь между которыми отсылает к изначальному взрыву галлюцинации, благодаря которому мы узнали, что мы – это не они, а они – это не мы. В чём состоит особенность аффективных токов в галлюцинозе? В том, что они не связаны с языком, не регулируются языком, их нельзя достать словом, как бессознательная психоанализа. То есть в психоанализе – важная речь. Это центр – говорить. Речь. Галлюцинации не связаны с говорением. То есть это то, что предшествует, предваряет. Чтобы говорить, нужно галлюцинировать. Уже нужно галлюцинировать. Не галлюцинирующий не говорит. И не сможет говорить. Поэтому я сейчас, вот говоря об особенности аффективных токов, ещё раз скажу, что аффективные токи связаны с формированием чувств человека. Нашей чувственности. Чувством, как я сказал, самого себя, чувством реальности и так дальше. Значит, что делают чувства? Они ничто превращают в что-то. Почему Делёс запрещал отвечать на вопросы типа, что это такое? Не потому, что он боялся возрождения платонизма. Делёс не любил чтойность потому, что никакое становление не могло превратить ничто в что-то. Ничто. Не может становление превратить в что-то. Его эмпиризм проваливался в попытке объяснить расширение реальности посредством сознания и чувств. Можно вот... Я, может быть, задрасьте. Меня зовут Мария. Я вот хотела уточнить этот момент. Я могу ошибаться, но просто вот такое размышление на эту тему, вы меня поправите. Я слышал. Вот вы говорите, да, про галлюцинации. Но, а вот есть в философии вот это вот понятие и возможность выйти из этой галлюцинации, как бы став посредством практики или наблюдения как бы осознанней. То есть, когда ты видишь человека, как он есть, и он уже, ну, со всеми его, грубо говоря, плюсами, минусами, внутреннистями, и он уже является не твоей галлюцинацией, а реальным. Спасибо. Если понятно. Да нет, ну, послушайте, да мы все... Это называется разочарование. Ну, мы все галлюцинируем, но только если кто-то галлюцинирует, разочаровывается. Ну, конечно, дело не в том, что вы видите что-то. Вы ничего не видите. Просто у вас вот это падает, и вы понимаете, что вы не любите. Ну, если вот говорить об этих чубах, просто говорить, я тебя не люблю. А можно, но... Что вам скажет социум? Вот в таких случаях он говорит, так, нет, голубушка, подожди. Ты человеку портила жизнь несколько лет. Он из... Ну, послушайте меня, я немножечко чуть-чуть валяю дурака, ну, чуть-чуть. Ну, в том смысле, что... Вот, ну, моделирую эти ситуации, хотя они, может быть, и несколько проще. Так вот, что тебе говорит социум? Послушайте, а ты ведись, делай вид. Кто тебя заставляет любить или не любить? Не люби вообще никого. И не чувствуй вообще ничего. А делай вид, что чувствуешь. Значит, что тогда получается? Тогда, получается, вот возникает проблема нашей жизни. Понимаете? Потому что говорятся слова благодарности, там оказывается внимание, а это все оказывается пленка. Ну, поверхность чего-то, за тем, того, за чем ничего нет. Ну, чего нет, чувства нет. То есть, вам говорят, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, вам цветы 8 марта, 10 марта, 11, там, еще что-то, а вас не любят. И тогда, вот, а вам что нравится? Вам нравится, когда вы хотите знать правду? Или, как вы говорите, хотите увидеть вот все, вот там, или вы хотите жить в этом коконе? Нет, я хотел увидеть правду. Нет, а кокон, а социум говорит, послушайте, а так ли вы хотите, а ведь, я вам уже говорил, истина или правда, это не условие коммуникации между людьми, это разрыв, это боль, это травма. Вы хотите травмировать себя? Ну, травмируйте. Тогда, вот, вот, вам нравится другая модель. Вам приходят и говорят, господа, мы расстаемся, там, да, вот, мне нравится другая студентка, там, соседнего курса, ну, и так дальше. Вы говорите, ну, бог с тобой, а мне там, ну, и ради, ради бога. Люди придумали миллион разных вариантов, разрешение вот этих самых простых вещей, но, я только лишь говорю, что есть всегда социальная корка, ну, правила вежливости, правила приличия, понимаете, ну, как вести себя, как, ведь никто не дал тебе право, там, обижать человека, лишь только потому, что ты его не любишь, или там, еще почему, ну, никто этого не дал, а тем более, никто не дал тебе право распоряжаться, еще вот какими-то вещами, нет, вот, и этому надо учиться, ну, ну, вот, выбирая, то есть, либо ты, понимаете, в чем дело, я бы хотел сказать, что вот юноша, который хочет жениться, например, он должен понимать, что когда он женится, он, смешные вещи, я завершу сейчас эту тему, но я имею в виду юноши, который женится, должен понимать, что он приступает к некоторым монашеским практикам, вот, он, он должен много чего делать, ну, вот, причем, не выпячивая, делать спокойно, тихо, без ропота, я вам, я сейчас, я сейчас процитирую по памяти, значит, сейчас, это из античности, там, значит, ну, это не из Луцилии, который там, не из Синеки, письма Луцилии, но это вот из тех времен, когда кто-то говорит, господи, вот я женился, что такое брак? И он там кого-то учил, ну, он спросит, ты не женись, ты, послушай, а что это такое брак? И он говорил ему так, ну, ты не понимаешь, это, во-первых, кипятить воду, это, во-вторых, таскать дрова, это, в-третьих, значит, покупать, ходить краску и шерсть, чтобы жена там, что-то такое смогла, это там, и он стал, я не помню, сейчас вот полностью, вот этот весь фрагмент, слушайте, я посмотрю, я вам прочту его, и он говорил, слушай, это вот все вот это, ты думал, что это там, ну, там есть чувство удовольствия, значит, там, там вот столько вот этого всего, и ты должен это делать, вот, ну, вот просто делать, ну, как бы ты принял на себя это обременение, неси его, потому что вот есть вот это благо, и вот и ради этого блага, то есть, короче говоря, вот когда вы хотите увидеть человека, какого он есть, вы его не увидите, вы его видите не таким, каким он есть, вы его, вы его перестанете видеть таким, каким вы его видели, все ну да вот вот это я хочу сказать спасибо конечно по поводу бог слушайте я бы я вам говорил же я уже на каком-то занятии я вам сказал вы не слушали я еще раз повторю я вам сейчас скажу вот какую вещь вот не надо о боге говорить как о вещи которые где-то может существовать в каких-то мультивселенных там в это или послушайте почему не надо так говорить потому что язык пространственно-временной говорить вы собираетесь если говорить о боге о боге а а это не вещь данное чувством когда он дан чувством это христос это человек он да но он бог так вот ладно убрали это я только хочу сказать вот эту проблема так вот значит язык это не то говоря при помощи чего ты можешь рассуждать о боге смотрите но я вот я убрал эту вещь больше того я бы скажу так все что и он есть все не все то что вы есть он есть не то что есть но в смысле он не похож ни на одну вещь в мире вот но я тогда буду есть катафатика есть положительные суждения о боге он всемогущий там он там еще какой-то мне это не нравится совершенно все благой он любит нет они вообще мы ничего не можем сказать только молчание это единственно достойный и молитва молчание то есть это так называемая пофатика псевдодионис и ореопагит вот он это вот вещи это такой был грузин когда-то такой ну говорят что он был оттуда откуда вот он все это завершенно замечательно сложил так вот но повторяю человек не может жить без чувства бога почему повторяю потому что он живет в мире вот этих странных снов галлюцинации еще раз повторяю мы очень долго тренировались любят по моим понятиям 50 тысяч лет это существует на может 30 тысяч виде вот этих людей а 50 тысяч для тренировались осваивали это чувство ну вот как можно жить вот с этими вещами и тема что со сверхчувственно так вот дело в том что у нас есть чувство мы понимаем что либо мы невозможны то есть несуще либо мы не 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 существуем и не ничего не можем либо не все вот бог это есть некое самоограничение человека мы не все можем есть боги когда говорят есть бог не говорят о нем какой он как петух раскрашен или напротив там кого откуда я знаю вы вообще этого знать не можете по правилам единственное что можете знать что ты не все можешь и думать о том что ты можешь все ты не бог мы говорим ты не можешь все но что-то ты можешь ты будучи грязящим можешь жить можешь делать есть могут быть знания те могут быть технологии ты корову превратил в тех первую такую технологию или там есть животное да это ты сделал это вы сделали ты себя приобретет превратить и превратил да это вы сделали но ты не все можешь вот и все но если вы утратили это чувство если вы думаете что вы можете все но давайте ветер в паруса попробуйте нет да я вам скажу что это полная чепуха не получится это что означает вот утраченное чувство бога а значит вот это сегодняшнее метущиеся безумное библине понимающие не не знающие и вообще что-то свалилось на него какие-то проблемы на это человечество и она выпучила глаза и вот что такое но я повторяю но можем не все но что-то мы можем что мы что-то сделали не так что это надо обратить к себе ты лично ты что-то делаешь не так ты не достоин быть счастливым как бы сказал там или ты не достоин быть умным ты что-то делаешь не так ты не все может вот о чем и это мы узнали будучи людьми и этому узнали если вы не поняли там в пещерах этого палеолита вот где мы об этом узнали а мы сегодня растеряли это чувство с вами мы этого не поняли мы хотим перенести души дух ум сознание на кремль не знаю там на платформу куда мы даже думать разучились вот что я хочу сказать ну вот я вот сказал я не стал рассуждать о боге потому что вот но я повторяю вот эти все рассуждения мне вообще не нравится я только знаю что ну я некоторые вещи конечно знаю вот но когда у нас будет тема бог там и что-то я вам спокойно расскажу все что я я лично знаю вот про это и вам скажу а вы дальше делаете что бог надо что поможет то есть ну то что вы знаете почему-то провелась аналогия с другим когда он конструировал реальность и дженера с какого общества реальность и дженера с как некий объект который обладает обладает над индивидуальным как нечто само по себе существующие нечто образующие вот эти все связи между людьми но нечто нематериальное не что вот такое существовавшее на дне почему-то появилась аналогия вот с человеком галлюцинирующим который своими галлюцинациями делает объект реально ну то есть почему-то с этим появилась аналогия слушайте я скажу так я не буду сейчас заниматься критикой дюргейма то есть вот вы что-то сформулировали я хочу сказать что это ваша заслуга и и удержитесь и поймите вот то есть нужно вытащить мысль и и она это будет мне интересно услышать а что касается дюргейма я хочу сказать вы знаете чем его социология плоха тем что по принципу социальности дюргейм относятся он социальное понимает социальным вот этим мне не нравится его на социология но ну дюргейма есть много вещей интересного это все понимаете дело социология вообще возникало в такой период когда она рационализировала освещала переход к модерну когда умирала традиционное общество и возникало вот это умирающие нынче вот это современное это возникало социология в ненадобности на данность исчезла когда была разрушена традиционного чтобы она возникла на социологии не нужно это осталось теория в смысле вот знание то ну так что думали когда-то ну я я или по смыслу своему вот сегодня вы мне причин для существования социологии у нас нет социологии я так думаю я так думаю это нет это не закон природы смысле я думаю что сегодня другое время не время социологии